День России Гостей праздника приветствовали представители администрации и ядерного центра. Также спортсменов поздравил заслуженный тренер России Виталий Михайлов. Виталий Карлович был одним из тех, кто принял участие в областной акции «Стафета флага России». Напомним, в преддверии праздника в наш город прибыл государственный символ, который принесли по улицам общественные деятели и известные спортсмены. Флаг – это атрибут государства. И когда тебе доверяют нести флаг России, это очень приятно и ответственно. Поэтому я с удовольствием принял это предложение и принес флаг с гордостью за Россию. После торжественной части спортсмены разошлись по точкам. Всежелающие могли выполнить испытания комплекса ГТО на летнем фестивале «Готов к труду и обороне». Также работала площадка, на которой проходила военизированная «Стафета». Участникам необходимо было собрать и разобрать автомат на скорость, попасть в мишень, пробежать в костюме пожарных, размотать пожарные шланги и эвакуировать раненого. Чуть позже начнется традиционный уже в Сарове атомный воркаут. Мы его проводим сегодня первый этап. Вообще будет три этапа, которые пройдут еще в День молодежи и в День физкультурника, и потом победители поедут в город Глазов. Я думаю, что каждый горожанин, который решил, что для них спорт – норма жизни, сегодня находится на стадионе и находит себе то спортивное испытание по душе, которое он сегодня готов в силу своей подготовленности и настроения выполнить. Кроме того, любители шашек могли принять участие в БЛИЦ-турнире. Затем праздничные мероприятия переместились в парк имени Зернова. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.